но по идее на будущее у тебя вот так должно быть то есть обрежешь ничего там страшного нет можно липучку вы приклеить нужно на клей сюда его здесь таблу я отдал электрику чтобы он посмотрел чем этом это у меня датчик значит от шестерки давление масло тебе обязательно поставить здесь датчик срабатывания вентилятора можно кнопку нажать или он будет сам сработает от датчика имеет кнопку принудительно либо от датчика сработает сам должен загореться будет вот это вот значит это контроль к подогрева поддона вот я нашел кнопку потом и конечно такую куплю такого плана на стоит 300 рублей на побольше на 22 а это на 16 какая была у меня поддон он не сильно ждет я думаю что кнопка не должна сгореть мы посмотрим изгонять лишь сделаем через ряду шку вот включается здесь включается вот это все на час оставил выключил завел весь аккумулятор мне на 17000 может быть и хватит его или с ручки дернул и все вот это будет датчик идет на трубку которая приклеена свечки на 100 сетях и утром здесь включается и установка теперь можно сказать нужно что-то по сути и затем выключается к трубке за тяги на 15000 мм для скорости 215000-1000000-1000000 мотор 161 короче говоря осталось мне клапан кто знает на значит 161 числит а брошь головка отличается от 57 подскажите и купить меня 63 миллиметров чтобы не растачивать лучше отдать или 3000 чем отправлять куда-то растачивать еще не так раз точек прокладки все на 115 поставил короче вариатор щекотажа поставил на 12 музыки надо конечно на 13 и что еще вот такая фишка вот это это короче говоря шестерня от лежа коробки стоит 1 2 3 4 6 тоже 6 вот это все стачивается затратом току ли вот это лишнее все стачивается круг и навал навал короче говоря вот это все тоже стачивается отдам аргончику он хорошо очень валит или друговой сварку там есть два человека у них профессионала приварит и мне он удлинится то есть не так будет цепляться уже как обычно цепляется вот так примерно а будет заходить уже дальше вот так будет цепляться уже и мало вероятность что когда у меня либо вот эти вот ну они иногда приходят в негодность вот эти зацепы потом придется вал не проблема по моему там 1000 стоит 1000 полторы может быть надо разбираться на движок это тоже не проблема но это все время лучше сейчас вот это усилить и дело вот вот и жав коробки стоит на озоне продается по-моему рублей 500 он стоит мне вон три штуки подарили ведь беременном не надо как тут не одну надо да не бери он это коробка это херни короче так что все лишнее обрежем вал вал вытащу отбор мощности или как он называется так как и приварим это уже будет четко уже зайдет сюда вот так подальше как то так значит кто на 163 100 на 161 63 миллиметра значит цены на поршневую группу мне пожалуйста напишите видео ремень короче говоря 500 рублей стоит не знаю какой хороший нет но powerlink оригинал не оригинал 743 на 20 он не на 20 он на 19 но и всегда что на 19 лучше конечно 20 был а 21 долго шикарно конечно вот как-то так сюда и поставил резиночку что прижимал к подшипнику что подшипник сюда вот цеплялся и крутился все подшипник пока хороший вот эту надо конечно менять может быть почетку чем поменяю вот как-то так